Загруз в парламенте с законопроекта об антикоррупционном суде снова откладывается. Минимум до следующей пленарной недели, то есть до конца февраля. Так прогнозируют сами депутаты. В чем причина? Подробнее Елена Зорина. Не успели вернуться, как уже наработали. Среда традиционно день короткий, а сегодня вообще нерезультативный. Несмотря на то, что на табло 347 в зале депутатов немного. Уже с первых голосований становится понятно, для принятия решений людей недостаточно. Еще вчера спикер обещал одним из первых поставить вопрос включения в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде. Но подзабыл, не вспоминает о документе и сегодня. В коалиции признается, голосов пока нет. Если тут нет 226 голосов, мы не можем проголосовать. Следующего сессийного неделя, это без вариантов, все законопроекти будут включены, включая антикоррупционный суд. По инсайдерской информации, более 40 народных депутатов сейчас поехали в США на молитовный снеданок. Может, лучше сюда попросить президента США? В США это дешевше выйдет, и люди будут на работе, и молитовный снеданок отбудется. Если, например, поехало бы 50 человек из фракции БПП или из Народного фронта, возможно, это впливало. А когда в этих делегациях есть по 2, максимум 3 люди от каждой фракции, причина в том, что, на жаль, порядок денный, который предлагается на сессию, это порядок денный, который абсолютно не отвечает тем потребам дня, которые на сегодня есть. То ли из-за американского вояжа избранников, то ли по иным причинам, но оттягивается целая процедура. Без голосования депутатов профильные комитеты документ рассмотреть также не могут. Да и согласие среди избранников, несмотря на то, что инициатива больше месяца, пылиться в парламенте до сих пор нет. В коалиции традиционно во всем винят оппонентов, а те настаивают, законопроект нужно, если не заново переписать, то вообще не принимать. И намекают все остальное отговорки. Не имеет никакой причины это отложить. Мышеча в автознях и свидетельство того, что антикоррупционный суд непотребный, правлячие, олигархичные верхивцы. А делать один антикоррупционный суд, который будет честным, независимым, потом суд для карманников, для домашних, для всех других категорий правопорушников, это шлях в никуда. С трибуны избранники говорят о необходимости решения кадровых вопросов. Очень важным задачем для украинского парламента И проблемах насущных, которые касаются большинства украинцев. За умовами співпраці с МВФ, влада планує значно підвищити тарифы на газ. Я дуже хочу, щоб уряд пояснил українцям, де ж ця газова незалежність, про яку ми чуємо останні три роки. Но на повестке дня сегодня вопрос ратифікації, экономическое сотрудничество с Таиландом, осуждение ядерних испытаний в Северной Корее. Спикер зазывает депутатов, как может, и кнутом, и пряником. Давайте запросим коллег в зал. Друзья, я не хотел бы використовувати практику проведения голосования и потом публикации в газетах отсутних народных депутатов. Однако продуктивного дня все равно не получается. Одно за другим голосования проваливают. Давайте взагалі скасуємо ці засідання посереда. Бо у вас же є коалиція. І, до речі, ця коалиція працює не лише на Мальдивах та Сайшелах. Бо коли треба було скасувати пленарний тиждень у січні, бо, мабуть, чотирьох тижнів відпустки було замало, голоси знайшлися, а сьогодні в залі просто немає депутатів. В кулуарах починають говорити о санкциях по отношению к прогульщикам і как заставить избранників работать. Ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів парламенту, внести зміни до Конституції 200 чоловік максимум. Якщо депутати, які отримують зарплату, не здатні усвідомлять свою відповідальність і не здатні чесно працювати, для чого такі депутати? Ідеї штрафів якихось грошових, дивлячись на декларації, так просто розуміючи, вони не працюють. Були і різні ідеї, тілесні покарання, інші якісь речі, але поки що вони не дозволені Конституцією. Поняв, що кашу з депутатами сьогодні не свариш, спікер досрочно закриває засідання. Але перед цим ставить на голосування постановління, в якому нардепи требують отмінити закон о приватизації, проголосований в январі. А антирекорд дня 11 за. Путь к подписанию закона спікерам открыт, на том і расходиться.